О масштабных преобразованиях комплекса «Боголюбовский лук», включающего памятник всемирного наследия ЮНЕСКО Церковь Покрованной Нерли, говорили не один год. Главная задача – перенос высоковольтных линий электропередачи за пределы исторического комплекса. Судьбоносное решение было принято в марте 2016 года при поддержке президента. Я спрашиваю, какие проблемы? Да вот кто же мог вот так, такие сети поставить, значит, их надо убирать. Ну и вот с того дня мы как бы совместно стали работать, с учетом того, что Владимир Владимирович поддержал, деньги большие, 260 миллионов. Но жители Владимира не верили, что это осуществится, что провода уберут. Однако инженеры Россети, на балансе которых находятся эти линии, столкнулись со сложностями. Дело в том, что «Боголюбовский лук» – памятник природы регионального значения. И работать здесь нужно крайне осторожно. В основном здесь все-таки сложности связаны, и благодаря правительству мы их решили, связаны с землеотводом. Очень это особо охраняемая территория, где сложно решать вопрос земель. Благодаря правительству области мы в столь краткий срок реализовали этот проект. Масштабные работы по переносу 43 опор начнутся уже в ближайшие дни. Общая длина перенесенных сетей составит более 6 километров. Региональные дирекции особо охраняемых природных территорий будут следить, чтобы рабочие и техника не нарушали целостность заповедного луга. Чиновники отмечают, вопрос о переносе линии электропередачи назрел давно. В следующем летом туристы будут приходить на Боголюбовский луг и, конечно же, наслаждаться храмом Покрова Нерли уже без тех самых проводов от ЛЭП, которые, в общем-то, мешали и располагались на Боголюбовском лугу. Специалисты обращают внимание, что это не единственное преобразование, которое ждет и местных жителей, и туристов. Церковью Покрова Нерли теперь можно любоваться и в ночное время. Для этого по периметру памятника установили 16 светильников. Еще 4 освещают купол. Все они работают в автоматическом режиме. То есть при наступлении темноты включаются. Таких достопримечательностей на территории нашей страны много, но каждая из них уникальна по-своему. В том числе и эта церковь, чтобы все люди видели, понимали внимание к тому, насколько трепетно относится и власть, и народ. Следить за работой светильников будет Владимирская епархия РПЦ. Чиновники уверены, что после окончания всех работ еще больше туристов приедет сюда полюбоваться памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Михаил Мессиянчик, Артем Горчаков, 6 канал.